Музыка Говорим своими словами Именно для зрителя Ребята, мы уже начали Здравствуйте, друзья Рад вас приветствовать у себя на сайте У себя на видеоблоге И так.инфо И сегодня в моей студии Два замечательных профессионала своего дела Два мастера С которыми мы Которыми я Был На местах силы Которые посещали Такие места силы, как Чёртова гора И такое место силы Как Чесноки Это церковь, которая была построена в 1301 году Вот об этом мы сегодня и поговорим Итак, встречайте Это ведьма Эрихта И колдун Яроград Итак, друзья Начнем мы Своё порисование С чудесного места Это Чесноки В котором вы увидите Посещение церквушки На ней уже, к сожалению, заброшенной Но очень действительно сильной по силе Вы увидите, как Яроград посетил Это первое Это было первое посещение в истории Подвальное помещение На самом деле Церковного подвального помещения Церковного подвального помещения Вы увидите на наших кадрах Что же находится действительно по церкви Вы даже сможете Наверняка Увидеть и почувствовать Ту энергетику Также в конце видео Вы увидите Как Настоятельницы Смотрительницы За этой церкви Подарили Передали Вернее Не подарили Ключ От этой церкви Ведьме Эрихте Итак Поехали Поехали с нами И для начала Для того, чтобы Не быть голословными Для того, чтобы Внести Четкое понимание От того Что это за церковь Ее происхождение Нам поведает Об этом Историю происхождения Этой церкви Видна и рихта Легенду мы услышали От настоятельницы От сторожа Как это называли Раньше Церкви Не знаем имени Бабушки Но скажем так Она нам рассказала Именно Старую Которая происходит В народе И люди будут здоровы И где Бог Людям помогал А он говорит Так Ты лучше поставила Бомбить Наверное Дети Такие возможно С девятого класса Уже немало молодых Что бомбили Бо немало Бога А церковь была Незавкнена Не закрывалась Николи Ни Кажи Как они украли То где закрили Церковь Но потом Незавкнена Кажется Что сказали Отремонтую церковь Наверное Наш Главный Господь Хотел Отремонтировать Так Как она была Когда уже Пан Уже на украинском языке Пан и пани Заселились Именно В Честнике В Рогатынском районе Начались Скажем так Такие У них Семейные Таинства Тайны Пан начал Строить Корчму То есть Где Пили Выпивали А пани Начала Строить Церковь Именно ту о которой идет сейчас речь В тайне друг от друга Да В тайне друг от друга И когда уже Скажем Корчма Уже начали люди Продавать земли Только чтобы выпить Скажем Дети Голодали Потому что Родители Оставляли все деньги В Корчме А пани Строила церковь И вот Когда уже Пришел Какой-то Ключевой момент Когда Они признались Друг другу Что Что кто и делал Выяснили то Что как бы Церковь Насколько церковь Принесла много Именно этому сему И вот С того момента Корчма Закрылась И люди Как бы Обратились В веру Итак Вы видите Сейчас Действительно Эти уникальные кадры Эту Уникальную церковь Посещение Насладитесь Как говорится Всем великолепием Этой мощью Этой силой Обратите внимание Что вокруг Церкви Находится Реально Геопатогенная Еще ко всему же зона Вы увидите На этих кадрах Как По кругу Посажены деревья И они уже Покорежены И высохшие Это говорит о том Что Место силы Охраняется Охраняется Сами Природными Расколами Расщелинами В этой церкви В годы Второй Мировой войны И прятались Партизаны Она пережила Очень много На своем веку Мы посетили Ее С целью Получения Будем говорить Честное Откровение Откровенно С целью Получения Определенной Силы Мы поставили Там для себя Сильнейшую Защиту Провели Некий Обряд Естественно Обряд Мы не будем Показывать Ну полностью Обряд Обряды Вы кстати Сможете увидеть Во второй Серии Нашего Видео Это Съемки На Чертовой Горе Которая Находится В той же Самой Местности Недалеко От Сила Честного И от Этой Церкви Ну а также Вы увидите Яроград Когда посетил И вот Хочется Пару слов Именно Уделить Именно Этому Моменту Когда Яроград Спустился В церковное Подвальное Помещение И Вы на Камеру Увидите Действительно Все Что там Находится Вы даже Сможете Увидеть Если Присмотритесь Хотя Ютуб Конечно Говорит Качество Увидите Этот Пар Этот Дух Эту Энергию Она Прямо Видна Была Когда Мы Распечатывали Этого Подвальное Помещение Ну а дальше Вы увидите Именно Действительно Съемки И звук Именно Снятый При Непосредственно Посещении Подвального Помещения Я Думал К слову Сказать Что Это Место Было Ничем Не Примечательное Если Не Момент Собственно Говоря Самой Легенды Что Пан Сиграл На руку Этой Пане Что Действительно Когда Люди Стали Проматывать И Промотали Все На свете Что У них Было И Когда Они Поняли Что Они Не Тем Занимаются И Обратились Вверх То Они Шли Туда Не Просто Чтобы Поставить Галочку А Именно Люди Которые 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 Не Было Чего Терять У Которых Все Уже Ничего Не Осталось И Они Шли Туда Действительно С Чистым Сердцем И Собственно Говоря Я Думаю Именно Поэтому Это Место Настолько Сильно Энергетически Потому Что Когда Известно Всем Да Много Людей Обращается К одному И тому Же Источнику И Совместными Усилиями Создается Таким Образом Какой-то Энергетический Колодец С Которого В Данное Время Мы И Черпаем Свои Силы Отчасти А Вот Я Вижу Тут Эконостас Я Вижу Старинный Эконостас А Что Ты Ильхтор Можешь Рассказать Про Это Ну Часть Эконостаса Сохранилась Сейчас Ну Как бы Не Сохранилась Ее Перенесли В Новую Церковь Это То Что Удалось Спасти Скажем Так Потому Что Разворовали Куда-то Унесли Единственное Что Сохранилось Новая Церковь Это Часть Эконостаса Ну Я Знаю Что На Сегодняшний Момент Церковь Действительно Охраняется Уже Давным Давно Это В Тот Период Когда Была Перестройка Скажем Так Переходный Этап Между СССР И Украиной Тогда Уже Тогда Сильно Была Это Именно Церковь Разворован Но Ее По-моему Пытались Уже Восстановить Да Не раз Пытаются И Как бы Сейчас Мы даже За Если Кто-то Нам Поможет Восстановить Эту Церковь На самом Деле Это Память Архитекту Память Архитектуру Архитектуру Украины Пускай Хотя Бо Не Восстановить А Обратить Внимание Кому Это Действительно Интересно Или Кто Действительно Идет По Жизни По Пути Христианской Веры Христианского Видения Жизни Своей Очень Мало Таких Церквей Осталось Раньше Строили Церковь Именно На Месте Силы Сейчас Этого Не Делается Строят Там Где Выделяется Земля Раньше Мы Можем Сказать Что Такая Церковь Действительно Она Стоит На Гепатогенной Зоне Это Место Силы Настолько Сильное Что Поехать Туда Я Порекомендовала Каждому Сейчас Внимание Как раз Мы Можем Наблюдать Именно Как Колдун Яроград Спускается На Исследование Подвальное Помещение Церкви И Можем Послушать Его Комментарии Крипто Подвальное Подвальное Помещение Церкви По Преданию Здесь Есть Захоронение При Открытии Видно Было Как Дух Выходит Отсюда Ступеньки Выход Думаю Думаю Дух Проявится Через Время Какая-то Плита Видно Было Что-то Подвальное Яроград Расскажи Нам Нашим Зрителям Что Что тебе Дало Это Посещение Какие-то Есть Изменения После Посещения Этого Места Посещение Этого Подвального Может Что-то Ощутил Может Негативно Сыграло А может В позитивной Форме Ну Как сказать Негатива На самом деле Не было Поманило Совсем Другое Просто Изначально При Входе В эту Церковь Я увидел Мужской Фантом И он Показывал Именно Вот В это Место Никто Не знал Что там Находится И Как там Все Обстоит Просто Когда Он Уже Неоднократно Тыкал Туда Уже Обратили Внимание То есть Тебе Указали Непосредственно Место Куда Чтобы Ты Посетил И Когда Мы Вскрыли Просто С нами Был Человек Который Открывал Церковь Вот То Уже Когда Мы Начали Доски Разбирать Он Нам Поведал О том Что Это За Место Что Предположительно Может Быть И Вот Когда Я Уже Пошла Информация То есть Фантом Начал Указывать Тыкать На какие То Места Я думаю Там Видно Это Кто Видит Тут Увидит Можно Так Сказать Там На самом Действительно Очень Много Чего Должно Быть Видно Хотя Вы Видите Зрители Вы Видите Что Место Довольно Темное И Все Освещалось При помощи Фонариков И Немножко Такого Слегка Пробиваемого Света Ну Скажи мне По истечению Столько Времени Когда Мы Вот Сейчас Обсуждаем Эту Съемку Мы же Были Уже Достаточно Давно Помним Какие Есть Изменения В Лучшую Сторону И Связываешь Ли Эти Изменения Если Они Есть С Посещением Этого Места Ну Да Изменения Есть И Я Не Буду Конкретизировать Что Именно И Как Именно Во мне Изменилось Только Я Спустился Уже Стало Понятно Что Произошло Сейчас Мы Видим Кстати Как Вы Поднимаетесь От Этой Церкви Идете В дом К Смотрительницам Двум Остарушкам Которые Действительно Присматривают За этой Церковью И Теперь Вопросы Конечно К тебе Больше Рихта Я прошу Прощения Я не Представил С самого Начала Полностью Нашу Замечательную Барышню Мою Коллегу В миру Называем Оксана Забавчук Оксаночка К тебе Вопрос Тебе Там Я Видел Тебе Передали Этот Ключ И Поведали Тебе Некоторые Тоже Истории Существования Этой Церкви Что И Как Твои Ощущения Ощущения На самом Деле Очень Интересные Потому Что Как-то Это Все Произошло Очень Спонтанно Ну И Скажем Для Таких Как Мы Это Знаковые Вещи Такие Когда Я Бабушки Когда Она В Огороде Была Когда Я Начала Ей Задавать Вопросы Она Мне Рассказала То есть Чисто Случайно Уж Просто Я Подошла К Бабушке Она Начала Рассказывать Что Именно Она Была Смотрительной Церкви Она 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 Мне Рассказывала Легенду И Как И Что Происходило И Во Время Войны И Всю Историю Практически Церкви И Вот Она Сказала Что У нее Есть Ключ Именно Церкви Первый Ключ Как Она Назвала Это Царская Дверь И Вот Когда Я ее Попросила Что Мы Потом Придем Вы Можете Нам Показать Этот Ключ И Вот Фраза Скажем Так Которая В жизни Ну Звучит Скажем И Странно И Очень Опять Таки Знаково Я Вам Этот Ключ Отдам Я Вам Его Подарю То Все Мы Знаем Что В Жизни Означает У Нас Ключи И Вот Когда Мы Пришли Уже Она Отдала Этот Ключ Ключ Ржавый Действительно Старый Он У нее Просто Хранился Вот Столько Лет Это Первая Дверь Которая Была Церкви Построена Ну Вот Построена Церковь Первая Дверь Которая Была Сейчас Она Уже Ну Как Не Не Оригинально Как Она Звучила От Царских Дверей Да Царские Двери И Вот Этот Ключ Она Мне Отдала Ну А Вместе С Этим Ключом Ты Не Чувствуешь Что Перешла Тебе Какую Ответственность Сила Может Какие То Эмоции Чувства Что Что Ты Испытала При Передаче Ведь На самом Деле Ничего Просто Так Не Бывает И Ключ Это Серьезная В том Числе И Ответственность Ну Скажем Тут Два Варианта Скажем В жизни Действительно Немного Этим Ключом Открылось Очень Много За Что Я Силам Благодарна Во Вторых Я Ну Мы Думали Открыть Благотворительный Пункт Именно Собирать Деньги На Реставрацию Это Уже Не Реставрация Это Уже Реконструкция Потому Что В Таком Уже Состоянии На Реконструкцию Этой Церкви Хотя Что Что Мы Можем Что Хватит На Что Хватит У Нас Сил А Это Очень Серьезно Это Очень Действительно Серьезно Я Скажу Более Я Готов Тоже Поучаствовать В Этой Благотворительности И Взносить Не Только Материальную Но Порой И Физическую В Возрождение Таких Мест На Этом Друзья Мы Закончим Своё Первое Видео На Этой Действительно Очень Серьезной Ноте И Вам Пожелаем Заключение Жить В благости В радости Здоровья Вам И благополучия Всего Вам Доброго С Вами Был Виктан Колдун Яроград Ведьма Эрифта В миру Зазываемая Оксана Заборчук Всего Вам Доброго До новых Встреч До новых Встреч Друзья Ты Еще Не Подписался На Мои Видео Напрасно Дальше Будет Интереснее Дальше 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 Продолжение следует...